Здравствуйте! Вы смотрите «Православный взгляд». Программу не только и не столько религии, сколько разных событий в нашей с вами жизни. И мы вновь попытаемся взглянуть на них, в том числе и православным взглядом. Я Виталий Степкин, а мой собеседник в студии, митрополит Томский, Асимский Расчеслав. Владыка, здравствуйте! Здравствуйте, Виталий! Рад вас видеть! Взаимно, Владыка! Как всегда, рад приветствовать вас в нашей студии. И хотел предложить вам тему сегодняшней программы «Святые заступники». 15 января наша церковь будет отмечать память такого святого заступника, как Серафим Саровский. Вот мне бы хотелось у вас уточнить, а чим все-таки заступником является батюшка Серафим? Ну, понятно, что, скорее всего, Дивеевского монастыря, понятно, что, скорее всего, города Саров. А кто является, например, заступником Томской земли? Ведь их же тоже несколько человек. Понятие «святой заступник» кого-то, оно относительно. Ведь для того, чтобы святые были нашими молитвенниками и помощниками, необходимо, чтобы наше было к ним молитвенное усердие. «Святые, как и сам Господь, никогда насильно в нашу жизнь не вторгаются». Помните известную фразу из Апокалипсиса, где Господь о себе самом говорит, уподобляя себя страннику, вот я у двери стою и стучу. Кто откроет мне дверь, войду к нему. Вот. Это вот образ Господа. Точно так же и святые. Когда есть люди, которые обращаются к ним с молитвой, которые просят их о помощи, о заступлении, они движимы заповедью любви, которую они восприняли от Господа и в своей земной жизни соблюдали. И сейчас, когда они в ином мире, они продолжают движимы этой любовью, заботятся о тех людях, которые молитвенно просят их о помощи и поддержке. Святые – это наши небесные братья. И, конечно же, они, как братья, заботятся о нас и являют нам свою помощь. Из сонма святых мы выделяем кого-то особенных. Вот вы упомянули преподобного Серафима Саровского. На самом деле это святой, почитаемый даже не только в русской православной церкви, не только православными, но иногда даже и инославными христианами. И думаю, что те, кто к нему имеют особое молитвенное усердие, для тех этот святой является помощником. Среди святых, например, праведный Иоанн Кронштадтский, известный священник, который в начале XX века служил в городе Кронштадте. Он известен своими многочисленными чудотворениями, когда во время совершения божественной литургии он молился о тяжко больных, несчастных людях, о людях с большими проблемами. И вдруг во время этой молитвы Господь по его молитве посылал помощь этим людям. Причем иногда, как рассказывали очевидцы, прямо в алтарь Кронштадтского собора приносили отцу Иоанну Кронштадтскому срочные телеграммы, письма. Причем некоторые из этих письм и телеграмм были адресованы иностранцами Иоанну Кронштадтскому, и даже неправославными, на которые просили отца Иоанна помолиться Господу. И отец Иоанн, движимый христианской любовью, состраданием, молился об этих людях, и Господь по его молитве тоже творил чудеса. Преподобный Серафим Саровский, конечно же, в какой-то степени, в каком-то смысле его называют особым покровителем Девеевского монастыря, Саровского монастыря, земли Тамбовской, где преподобный подвязался, земли Курской, где он родился и где прошел первые ступени своего воспитания у своей матери. На самом деле вправе преподобного Серафима считать своим заступником и всей русской земли, всей русской церкви, потому что почитание святого преподобного Серафима Саровского, оно велико не только в Курске, не только в Тамбове, но повсеместно, в том числе и в Сибири. Наша Томская земля не исключение. У нас есть храмы, посвященные преподобному Серафиму Саровскому, храм, который носит его имя в Северске. Есть предел преподобного Серафима Саровского здесь, в городе Томске, в Знаменской церкви, один из пределов посвящен этому великому святому. И поэтому там, где почитают того или другого святого, там он и являет свою силу, свое покровительство. Конечно, святым иногда более, может быть, близка та земля, где проходил их земной жизненный труд и подвиг. И поэтому те люди, которые продолжают и сегодня жить на этой земле, конечно же, среди сонма святых особенно выделяют тех святых, которые подвязались именно на этом месте. Было бы, наверное, достаточно странным, если бы в Троице-Сергиевой лавре почитание преподобного Сергия было бы меньше, чем каких-то других святых угодников Божиих. Почему? Потому что каждый камень в дороге, каждый храм, который там есть, он наполнен какими-то событиями, связанными с жизнью преподобного Сергия. И даже если эти храмы были построены в более позднее время, но, как говорил святитель Филарет, митрополит Московский, они являются как бы драгоценным ковчегом, в который заключена та древняя пустыня Сергиева, наполненная его чудесами, его молитвами, богослужением, которое он совершал. Поэтому и здесь, на Томской земле, у нас есть свои подвижники, которые здесь трудились, здесь совершали евангельский подвиг жизни. Это, конечно же, и святой праведный Феодор Томский, старец, блаженный дом на прославившийся подвигом Христа ради ее родства, праведный отрок Петра, который прославился так называемым умным деланием, творением Иисусовой молитвы сердечной. Ну и, конечно же, святитель Макарий Невский, который практически всю свою жизнь, большую часть, значительную часть своей жизни, большую, отдал служению Богу на Томской кафедре, на Томской земле. Правда, Томская епархия тогда была значительно больше, чем в настоящее время, она включала в себя такие теперь совершенно самостоятельные регионы, как Новосибирская область, Кузбасс, Кемеровская область, Алтай, Хакасия, Север Казахстана. И поэтому святитель Макарий, когда получил назначение на Томскую кафедру в качестве архиерея, первым титулом его был епископ Томский и Семипалатинский, потому что Семипалатинск был вторым кафедральным городом. И вот святитель Макарий начинал в пределах Томской епархии на Алтае сначала простым учителем в алтайской духовной миссии, потом монахом, миссионером, начальником духовной миссии, потом стал векарным архиереем, а потом и правящим архиереем Томской епархии, причем возглавлял он Томскую епархию 21 год, ревностно совершая здесь служение, и готов был служить здесь до гробовой доски. Но когда освободилась Московская древняя кафедра, то с подачи государя-императора Николая II, который познакомился со святителем Макарием, еще когда был цесаревичем, наследником престола, и посещал Томск в 1891 году, он сохранил освятитель Макарий очень теплую память, самые трогательные воспоминания, считал его живым, русским святым, подвижником. И поэтому, когда встал вопрос, кого же назначить на московскую кафедру, государь обратил внимание на освятителя Макария, полагая, что в то время Москве нужны были не столько высокообразованные какие-то люди, хотя святитель Макарий тоже не был неучим, он владел языками, занимался переводами священного писания и богослужебных текстов на алтайский язык и так далее. Но все-таки он не был богословом в таком образовательном значении этого слова. Но государь считал, что молитвенник, подвижник в то время, когда надвигалась буря революции в Москве, был куда нужнее. Но тем не менее, поскольку большая часть жизни святителя Макария прошла в Томске, конечно, он Томску ближе, и нам он ближе среди солма других святых. Поэтому я всегда, когда обращаюсь за поддержкой к святым угодникам Божьим, чтобы они вознесли свою молитву ко Господу за нас, то, конечно, среди этого солма угодников Божьих прежде всего я обращаюсь к нашим томским святым, среди которых вот и святитель Макарий. Владыка, ну а как вот фраза «Не стоит село без праведника, а город без святого» как ее следует воспринимать? Это то, что у города есть действительно какой-то святой покровитель, или то, что действительно вот среди тех жителей, которые живут в настоящее время, есть какой-то святой, или там на селе живет какой-то праведник, или когда-то жил. Это в настоящем времени или уже в целом? Это и так, и так. На самом деле ведь мир, в котором мы живем, он держится не только благодаря каким-то таким физическим законам, законам всемирного тяготения и прочих, но в мире существуют и духовные законы. И если бы в мире прекратила существование любовь, милосердие, правда, если бы в мире не осталось того, что соответствует заповедям Божьим, то мир этот не мог бы существовать. Этот мир превратился бы в ад и обречен бы был на погибель. Представьте себе такой город, где живут одни грешники, люди, которые всех ненавидят, которые ищут только своего, алчные, жестокие, своенравные, гордые, тщеславные, любители разврата и порока. По сути дела, это и есть такой вот ад. И может ли устоять такой город? Конечно же, он сам себя съест. Есть такое песнопение Божьей Матери. В Евангелии от Луки оно записано. Когда Матерь Божья, встретившись с Елизаветой, прославляла Бога и воспевала песни. И там есть такие слова. «Расточи гордое мыслью сердца их». То есть грешники уничтожаются и сокрушаются не какими-то внешними силами. Не надо Богу насылать на грешников никакие бедствия, как некоторые говорят, что вот Бог кого-то наказывает. Бог всем желает спасения. А грех сам в себе уже имеет зачаток вот этого разрушения. Это смертоносный яд, который убивает, разрушает. И поэтому, конечно же, такой город не может стоять. И поэтому любой город, любой населенный пункт стоит лишь в той мере, в какой в этом городе или населенном пункте жива правда. Вот. Но ведь часто люди, живущие в миру, они нуждаются в каком-то ориентире. Конечно, у всех нас есть священное писание, где есть божественные заповеди. Но когда мы читаем священное писание, у кого-то может сложиться впечатление, что эти заповеди не для нас. Потому что мы слишком немощные, слишком слабые. И мы живем в такое время, когда, ну, осуществить, что ли, вот те заповеди, которые дал нам Господь, крайне сложно, а то и невозможно. А вот святые как раз дают нам пример. Как они, будучи такие же, как мы, людьми, которые проживали, по сути дела, вот в нашем же городе, на этой земле, в этом регионе, они осуществили вот этот подвиг жизни в соответствии с божественными евангельскими заповедями, оставив нам пример, как мы можем эти заповеди осуществлять, как мы можем любить ближних, совершать добрые дела, бороться с грехами и пороками в себе самих, очищая свою душу и сердце. И поэтому, конечно же, если святые такие в том или другом городе есть, они являют такой пример, а в этом городе есть люди, которые готовы стремиться этот пример взять на вооружение и осуществлять в этой жизни. Тогда действительно вот эта вот пословица народная, что не стоит село без праведника, а город без святого, оно находит свое осуществление в том или другом городе. И, конечно, счастлив тот город, тот населенный пункт, где не просто есть церковь, а вот тот город, где есть свой какой-то молитвенник, потому что часто всматриваясь в его образ жизни, как он благоугодил Господу, конечно же, и жители этого населенного пункта тоже стараются подражать ему. Ну вот, опять же, на примере батюшки Серафима можно ведь действительно сказать, что Бог в поругании не бывает. Вот давайте, наверное, вспомним ту историю, когда ведь батюшка Серафим, помните, сделал канавку, которая еще называется Святая канавка, это вроде вот как раз то место, по которому ушла Богородица, та дорожка, а ведь в советское время что там сделали? В этой канавке проложили канализацию, казалось бы, вот больше осквернить место просто невозможно, но ведь сейчас это снова великая святыня, и вот о том страшном времени практически уже никто не вспоминает. Мне кажется, вот это очень показательно. В Священном Писании есть такие слова, всякое растение, которое не Отец мой Небесный насадил, искоренится, а то, что Господь насадил, то его искоренить никакая человеческая сила или сила дьявольская не может, если на этом есть Божие благословения. И поэтому, конечно же, если я часто вспоминаю этот случай, по-моему, в одной из наших передач мы тоже о нем упоминали, когда фашисты, завоевав Валдайскую возвышенность, пытались забетонировать истоки Великой Русской реки Волги. А она, там начинается река, ее исток, там родник бьет. Так вот, этот родник выбивал справа и выбивался из земли или слева от этого забетонированного места, и все равно Волга вытекала и несла свои вот эти струи. Поэтому, какие бы ни были попытки что-то разрушить божественное, что-то искоренить, что-то осквернить, на самом деле святыню невозможно осквернить. Человек, который пытается глумиться или осквернять святыню, он оскверняет только самого себя. Тот человек, который бросает вызов святыне, по сути дела, бросает камень вверх в адрес Бога, но этот камень до поры до времени он может лететь вверх, и поэтому у человека может создаваться иллюзия, безнаказанности, а потом этот камень возвращается назад. И не потому, что Бог обрушивает на этого человека какой-то свой гнев или свою кару, а уже сам грех он несет в себе и наказание. И тот человек, который бросает этот камень вверх, он должен понимать и знать, что согласно духовных законов, так же, как и физические законы заставляют камень лететь вниз, этот камень прилетит на этого человека. Давайте, Владыка, перейдем ко второй части нашей программы и поговорим о таком празднике, который для многих людей, которые не так часто ходят в церковь, ну, скажу прямо, не очень понятен. Обрезание Господне. Хотя этот праздник считается одним из самых великих в церкви. Да, помимо двунадесятых праздников, число которых двенадцать, как само название говорит, есть в церкви еще пять праздников, которые называются великими. Они празднуются, по сути дела, с таким же торжеством, как и двунадесятые праздники, среди которых такие, как Рождество Христово, Успение Божией Матери, Крещение Господне и другие. Так вот, к великим праздникам относится и праздник обрезания Господня. Церковь христианская имеет свою дверь, через которую человек, желающий войти в церковь Христову, входит. Это таинство святого крещения. Заходя в купель Крещения, человек умирает для этого мира, погружаясь в воды купеля Крещения, а выходит оттуда, как и наврожденный, рожденный для церкви, для Бога, новый человек. Дверью в ветхозаветную церковь, когда человек вступал в завет, в ветхий завет с Богом, было особое священно действие, связанное с обрезанием крайней плоти. Любой младенец мужского пола, мужского пола, по достижении им восьмого дня со дня его рождения, на восьмой день по рождению, вот приносился к священнослужителям, его родителями, и совершался вот этот обряд обрезания, во время которого человеку давалось имя. В настоящее время христианин получает христианское свое имя в таинстве крещения. Перед крещением священник читает особую молитву, она так и называется, молитва на наречение имени, и человек получает христианское свое имя. А вот в ветхозаветной церкви имя получал человек при обрезании. В чем же важность вот этого праздника обрезания Господня? А в том, что именно в этот день через обрезание Спаситель мира получил то имя, про которое апостол Павел скажет, что нет под небесами другого имени, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Господа Иисуса Христа. Господь получает имя Иисус, что значит Спаситель. Это то самое имя, которое еще прежде Рождества Христова ангел возвестил праведному Иосифу обручнику, говоря, что не бойся, принять Марию, жену твою, потому что родившаяся от нее есть от Духа Святаго, родит сын и наречешь ему имя Иисус. Иисус или Ишуа значит Спаситель. Поэтому ангелы пояснило, потому что он спасет людей от грехов их. В этот день Господь получает то имя, которым спасаемся и мы. В Библии есть такие пророческие слова вдохновенные, когда один из пророков говорит, имя Господа это крепкая башня, убегает в нее человек и бывает безопасен. Есть такая замечательная молитва, молитва Иисусова. Восемь коротких слов, но большая часть из этих слов, пять из восьми, это по сути дела не выпрашивание у Бога чего-то, а произнесение сладчайшего имени Христа Спасителя. Господи Иисусе, Христе, Сыне Божий. И потом добавляется помилуй имя грешного. Человек, который многократно повторяет это имя, уповедовляется человеку, который стучит непрестанно в двери милосердия Божия. Призывай имя Христово. И ему имя Христово призывать не тягостно, а радостно и сладостно. И некоторые говорят, но разве Господь с первого раза не услышал нашу молитву? Не он ли сказал, что не думайте, что вы в многословии своем будете услышаны? Но как раз смысл творения Иисусова и молитвы не в том, что человек произносит какие-то многочисленные слова, излагает перед Господом какие-то свои нужды и прошения, а это многократное произношение имени Христова, которое для верующего человека является источником великой радости. Поэтому праздник обрезания Господня это, по сути дела, праздник имени, сладчайшего имени Христа Спасителя. В этот день мы празднуем и начало Нового года по старостильному юлианскому календарю, поэтому этот день в народе чаще всего называют как день Старого Нового года, в этот день память Святителя Василия Великого, но все-таки первый и главный праздник это праздник обрезанной Господней, это праздник сладчайшего имени Христа Спасителя. У нас остались еще в финале программы были лица вопросы, один из них скорее похож не на вопрос а на предложение, федеральный проект создания сети современных кампусов предусматривает строительство современного межвузовского кампуса в Томске в расчете на 6 тысяч проживающих. Возможно ли заручиться вашей помощью и поддержкой в строительстве часовни в структуре кампуса? Ведь других храмов шаговой доступности рядом нет. И координаты. Ну, я думаю, просто передать вам этот послание. Ну, на самом деле здесь не столько, наверное, наша поддержка, нужна позиция наша, вполне ясна, и меня как архиерея, и многих-многих томичей, с которыми я этот вопрос обсуждал и говорил. Конечно же, сейчас государство обращает большое внимание не только на то, чтобы вузы наши были местом, где человек получает высшее образование в каких-то определенных областях знаний, но это и площадка воспитательная. И, конечно же, когда мы говорим о воспитании, то прежде всего обращаем внимание на традиционные духовно-нравственные ценности, которые неразрывно связаны с православием и другими традиционными религиями. И поэтому мне думается, что при кампусах студенческих, которые не только в Томске запланированы, но и в многих других регионах, необходимо, чтобы было то место, где бы человек мог вспомнить о Боге, о душе, о духовной жизни. Это, возможно, должен быть какой-то такой православный молодежный центр, где будет при этом центре либо церковь, либо часовня. Тем более, что в томских университетах проходит обучение и приезжают сюда для получения образования люди из многих стран. И поэтому задачи пока не учатся здесь. Не только у этого вуза дать им хорошее образование, но и приобщить им к нашей культуре, чтобы они, где бы они потом не оказались, в Африке, Латинской Америке, Австралии, чтобы они смогли полюбить всей душой нашу страну, нашу культуру. А ведь наша культура это не только Пушкин, это не только Репин и Серов, это не только Чайковский, но это, конечно же, православие. Нет, ну приятно, что все-таки в данном случае получается инициатива исходит не от епархии, а от одного из наших телезрителей. Владыка, вы говорили, что интересуетесь историей, в частности, историей Томской епархии. А где-то ваши труды публиковались или, быть может, будут опубликованы? Ну, до публикации немного, пока дошло работа. Несколько статей, касающихся истории Томской духовной семинарии, я публиковал в ежегодном сборнике, который Томская духовная семинария издает. И там есть довольно объемные такие статей. Иногда статья, она настолько объемная, что она занимает половину всей этой книги. Результатом многолетних исследовательских трудов, в том числе и в государственных архивах, не только томских, но и в центральных архивах Москвы и Санкт-Петербурга, явился такой очень объемный труд. Это биографический словарь всех преподавателей, наставников и сотрудников Томской духовной семинарии дореволюционного периода. С того времени, когда Томская духовная семинария была образована, это в 1858 году, и вплоть до ее закрытия в 1920 году, вот все, кто трудились в Томской духовной семинарии, удалось найти документы, раскрывающие их жизнь, и поэтому вот такой труд тоже есть. Есть много материалов, которые ждут еще какого-то обобщения, потому что, работая в архивах, я копировал какие-то документы, делал выписки, делал ксерокопии, вот, и сейчас потихонечку эти материалы тоже обрабатываются, и думаю, что они тоже найдут какое-то свое выражение. Книга, которая еще у меня задумана, но пока еще она не осуществлена, но думаю, что, если Господь сподобит, когда-то я напишу, это «Исторические портреты ректоров Томской духовной семинарии». Это будет такая книга, рассказывающая достаточно подробно о всех, кто возглавлял Томскую духовную семинарию с 1858 до 1920 года. Это очень интересные люди. Многие из них потом продолжали свое служение Отечеству и Церкви и за пределами Томска, и являются очень-очень известными и достойными внимания. Я думаю, что томичам было бы интересно знать в том числе, кто же возглавлял Томскую духовную семинарию. В этом словаре, о котором я упомянул, конечно же, есть статьи, посвященные всем этим ректорам, но эти статьи достаточно краткие. А мне хотелось бы развернутую дать такую картину, нарисовать словесный портрет со всеми подробностями о каждом ректоре. Часть таких портретов уже написана. Несколько биографий ректоров я проработал, но работа эта продолжается. Спасибо большое, Владыка. Напоминаю нашим телезрителям, что любой из вас может прислать вопрос в нашу программу «Православие 70 собака mail.ru». Кстати, на вашем юбилейном вечере, который в декабре вот случился, ко мне подошли люди и сказали, а ты задавай побольше блиц вопросов. Для того, чтобы я задавал больше блиц вопросов, вы должны больше блиц вопросов присылать. Напоминаю, «Православие 70 собака mail.ru». Владыка, а вас я благодарю за эту очень познавательную, как всегда, интересную беседу. Вас тоже благодарю, Виталия, наших дорогих телезрителей. Благодарю за внимание и желаю, чтобы милость Божия и радость о Господе всегда пребывала в сердцах ваших. Храни Господь. Это была программа «Православный взгляд». Поздравляю всех с наступающим Старым Новым Годом. Еще увидимся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин